Привет, друзья, вы на канале Q.ru, с вами Андрей. Наконец-то до нас добрался OnePlus 8 Pro. Очень много все-таки видео в интернете уже по OnePlus 8 именно Pro, а вот младшего обошли стороной. Я тоже смотрю, такой, какой смысл покупать OnePlus 8? Ну вот, с той же самой 7T. Но если кто смотрел у нас обзорчик OnePlus 8, обычного, тот помнит, что я сделал вывод, что смысл покупать OnePlus 8 перед 7T есть. Он чуточку получше. Другое дело, надо посмотреть, конечно, на разницу в цене. Но в случае с 8 Pro ожидалось что-то такое безальтернативное, бескомпромиссное. Потому что самый мощный процессор, самый новый модуль камеры, большое количество мегапикселей, большое количество функций по камере, очень быстрая зарядка, беспроводная зарядка, влагозащита, стерео, экран, все-все-все-все-все-все. Все лучшее, что есть сейчас, запихнуть, упаковать в одно, присыпать Oxygen OS своей прошивочкой и продать. Дорого. Это важно, конечно, заметить. Действительно, недешевый аппарат. Когда-то нужно начинать зарабатывать, и когда-то ты уже достаточно и так известен, чтобы начинать продавать свои продукты за нормальные деньги. Вот, пожалуйста, нормальные деньги, которые все еще, все еще приятнее, чем, допустим, у крупных брендов. Я говорю про Samsung, я говорю про Huawei. Ну, давайте мы сейчас его разберем. Если интересно будет посмотреть, сколько смартфон стоит, в каких цветах есть, как обычно, по ссылкам под видео в магазине как.ру, все это найдете. Ну, а дальше решайте сами, иметь или не иметь, покупать, не покупать. И начать, на самом деле, хочу с простого. Вот OnePlus 8 обычный, вот OnePlus 8 Pro. Сравнение габаритов. Потому что очень много, почему-то, вопросов к OnePlus 8 Pro от разных блогеров по его габаритам. OnePlus 8 Pro большой, надо признать. Действительно, он здоровый прям. Хотя, как вот, по ширине он комфортный. Хорошо в руку ложится, ничего здесь не мешает, но он прям длинный. Он длинный и тяжелый, но прям лопатой я этот смартфон не ощущаю. Хотя, конечно, вот по диагонали мы прям стремимся к этим лопатам, потому что 6,7 дюйма дисплей, это, конечно, пугающая тенденция. И очень-очень не хватает, ребята, все-таки компактного телефона, компактного и мощного телефона. Galaxy S10e в прошлом году это было что-то интересное. OnePlus 8 Pro, конечно, нет. Это большой и красивый смартфон. В трех цветах есть. У меня красивый синий матовое такое стекло. Очень здорово смотрится. И, конечно, это все лучше в чехольчик, наверное, будет засунуть. Разбить это все будет очень-очень жалко. Тем более, что с лицевой стороны используется изогнутое стекло. Хоть это и закаленное стекло, но царапается, ребята, все. Разъем под наушники OnePlus 8 Pro так и не получил. Как вращались им в OnePlus 6T, так и до свидания. Есть разъем USB Type-C для быстрой зарядки. Причем очень быстрый зарядок в комплекте уже это все идет. Беспроводной там нету. Есть динамик, причем поддерживается стерео, но основной динамик здесь один. Слот по две симки, карта памяти не поддерживается. Не слушайте тех, кто говорит, что здесь есть проблема с фантомными нажатиями. У меня ни разу их не было. Ни в игре, ни при использовании его просто в руке, когда лежит смартфон. А вот дисплей OnePlus 8 Pro, наверное, одно из главных достоинств. Его огромный, качественный, напичканный просто различными технологиями. Здесь есть и HDR10, есть DC-Dimming. Куча дополнительных настроек от самого OnePlus, потому что OnePlus как раз и занимается тем, что берет чисто Android и добавляет настройки там, где нужно. И здесь можно как угодно под себя подстроить дисплей. По умолчанию здесь также включена частота развертки 120 Гц, но можно переключиться на 60 Гц. Единственное, что мне не нравится в дисплее от OnePlus, это функция Losson Display. Но, пожалуй, это у меня единственная претензия, к которому может быть к этому дисплею. Да, есть некоторые бликования на вот этих вот самых краях, которые загнуты в бока. Но к ним быстро привыкаешь и не особо замечаешь. То же самое касается и селфи-камеры, которая встроена в дисплей. Я вообще про нее сейчас забыл. Ее можно спрятать, если захотите. Но, в принципе, меня вообще не смущает. Она здесь выглядит очень гармонично. Она небольшая, хотя можно было бы еще меньше, но все равно здесь все неплохо. Сразу скажу по поводу брака в дисплее OnePlus. Сразу, практически после выхода в OnePlus 8 Pro в продажу распределилась информация, что все дисплеи практически бракованы. При включении функции DC Dimming, пойдя в самую темную комнату, в темноте включив дисплей на минимальной яркости, ты начинаешь видеть какие-нибудь фиолетовые пятны. Я не знаю, это же какая-то дичь просто. Это люди специально, целенаправленно, как будто ищут эти минусы, которых вы в повседневной жизни не заметите, как не заметил их я. Большой, классный, качественный дисплей. Я могу сказать, что нет никакого смысла ставить разрешение QHD+. По умолчанию здесь стоит Full HD. Можно поставить QHD, но... Вот, картинка на глаз лично для меня не меняется. А вот разница между 120 Гц и 60 Гц, она заметна. После того, как привыкаешь к 120, то переходить в 60 не особо комфортно, честно говоря. По производительности, понятно, опять же, никаких вопросов, никаким новым выходящим смартфоном от OnePlus никогда не было. То же самое касалось и бладшего OnePlus 8. Это касается и старшего. Snapdragon 865 с поддержкой 5G на выбор 8 или 12 ГБ противной памяти. Причем, самое быстрое в стандартах сейчас это LPDDR5. Смартфон максимально быстрый. Просто вот хотите синоним скорости, это любой новый выходящий OnePlus. Так получилось, что у нас одновременно на тесте с OnePlus 8 Pro был Pocophone F2 Pro от компании Xiaomi. На таком же процессоре это Snapdragon 865. По сравнению с OnePlus'ом, Pocophone тормозит как сука просто. Извините за мат, но это действительно нормальное сравнение. Потому что там еще и обычный 60 Гц дисплей, понятно, но процессор такой же. Оперативная память, там 6 ГБ, допустим, было. Но, ребята, разница просто громадная даже на глаз. Поэтому здесь могу сказать, что по производительности у смартфонов все очень хорошо. Те, кто хотят очень быстрый телефон, неважно для каких целей, поиграть, не поиграть, в OnePlus 8 и в OnePlus 8 Pro, это ваш выбор. А вот что касается батарейки, здесь дополнительный плюсик получился у OnePlus'а. Потому что используется батарейка на 4500 мА. И да, он поддерживает беспроводную зарядку. Причем быструю беспроводную зарядку. В комплекте, правда, вы не найдете. Зато в комплекте есть быстропроводная зарядка. И учитывая современный процессор, учитывая OLED-дисплей, смартфон даже при очень неактивной эксплуатации, как у меня, разряжается только к концу дня. Если использовать его не так активно, хватит его еще дольше. Но, честно говоря, здесь могу сказать, что не влияет никак на автономность, никак видимым образом использование частоты развертки 120 Гц или 60 Гц. Какой смысл покупать флагман, чтобы потом из-за экономии нескольких процентов переходить из 120 Гц в 60 Гц? Вы же платите за 120 сразу, и функционал у вас для этого есть. Да и, кроме того, заряжается смартфон очень быстро. 15 минут, 25%, полностью час. И за полчаса это уже половина батареи, даже чуть-чуть больше. Поэтому необходимости постоянно заряжать этот смартфон точно никакой нет. Есть и беспроводная быстрая зарядка. Кстати, очень забавно отмазка смотрится, почему они раньше не делали беспроводную зарядку. Потому что мы не могли сделать такую быструю беспроводную зарядку. Вот теперь можем, поэтому покупайте. Ну, ладно, прогиб засчитан. Так или иначе, с автономностью и со скоростью зарядки у OnePlus традиционно тоже все очень хорошо. Вот с камерой здесь могли быть некоторые вопросы. И я, честно говоря, опасался этого, потому что новую камеру использовали в качестве основного модуля. Это Sony MX689. Новая большая матрица, поглощающая очень большое количество света. Есть оптическая стабилизация. Мегапикселей всего 48. Есть телефотообъектив на 8 мегапикселей. Также, кстати, имеет оптическую стабилизацию. Третий модуль — это сверхширокоугольный объектив, также на 48 мегапикселей. И последний — это объектив цветного фильтра, скажем так, на 5 мегапикселей. Это тот самый объектив. Надо сказать, что смартфон очень хорошо показал себя днем. Детализация красивая, цветопередача. Когда вот вечер, ночь, то, как мне кажется, все-таки он излишне пересвечивает кадр и как-то лучше вмешаться и ручными настройками немножко поменять. Но этот смартфон, причем в момент выхода, еще хуже снимал. То есть OnePlus сейчас как-то работает над прошивкой смартфона и подтягивает качество снимков. Есть куда стремиться, но уже сейчас OnePlus 8 Pro снимает хорошо и даже очень хорошо. И более того, меня очень прям поразил OnePlus 8 Pro по части видео. Оптическая стабилизация поддерживается во всех режимах, кроме 4K 60 кадров в секунду. В 4K 60 кадров в секунду поддерживается электронная стабилизация. Есть режим суперстабилизации. Можно прыгать со смартфоном, очень здорово смотрится. И, конечно, вот по части камеры, особенно части видео, OnePlus 8 Pro очень круто. Селфи. Вот селфи не могу сказать, что здесь прям очень клевая. Мне как-то она не понравилась, можно даже, наверное, сказать. Потому что, ну, снимает как-то на уровне того же самого Pocophone F2 Pro и это плохо. Явно, что у какого-нибудь Huawei, топовой или Samsung себяшка она как-то получше. Ну, извини, OnePlus, но это факт. По части связи все прекрасно. Две сим-карты, есть поддержка и Wi-Fi 5 Гц, Wi-Fi 6-го поколения. Поддерживается 5G, который нафиг никому не сдался, но за это придется платить. В том числе поэтому и OnePlus 8, и OnePlus 8 Pro дорогой. Модем для 5G, поддержки 5G, который встроен в Snapdragon 165, он дорогущий. Все очень хорошо со сетями, очень хорошо с приемом сигнала. Все работает безукоризненно. Есть поддержка NFC в том числе, Bluetooth последних версий. По части звука смартфон громкий. Поддерживается стерео, поддерживается неполноценное, правда, стерео. Голосовой динамик используется в качестве второго, вызывной, это основной. Очень здорово играть в игрушки, потому что как бы сразу летит на тебя звук из голосовой динамики. Он громкий, очень комфортно смотреть и фильмы. Громкость действительно хорошая. Разъема под наушники нету, придется использовать беспроводные. Но здесь опять же проблем никаких нету. По части звука смартфон мне тоже приглянулся. Ну и прошивка, я уже по сути обласкал внешний вид, влагозащита есть, быстрая зарядка, экран классный, камера классная. Но все-таки все это не имело бы никакой роли, и OnePlus изначально бы так не был знаменитый, не прославился, если бы не его прошивка. OnePlus пошли по простейшему пути, взяли когда-то чистый Android и добавили все возможные настройки, которые могут потребоваться в тех пунктах, где они могут вам потребоваться. Это настолько правильное решение, что до сих пор я, честно говоря, считаю это лучшей оболочкой, которая в принципе есть на Android. Из-за этого смартфон такой быстрый, скорость работы смартфона достигается благодаря прошивке. Функционал ее просто гигантский. Есть и дополнительные различные стандартные профили, типа управления жестов, есть дублирование приложений, есть темные темы. Все соответствует полным стандартам, и дополнительным плюсом станет то, что года два он еще будет получать обновления официально. А если захотите, то еще и неофициально сами сможете поставить легко прошивку на этот смартфон. До сих пор люди ставят прошивку на OnePlus 3. В общем, честно говоря, вот прошивка действительно это, если вы не пользовались, то это очень-очень важно. Как итог по поводу OnePlus 8 Pro, ну, получился еще один типичнейший обзор OnePlus 8 Pro. Снова вышел OnePlus, снова показал всем, как нужно делать смартфоны. Теперь уже с логозащитой и с беспроводной зарядкой, и все с теми же козырями, которые OnePlus всегда имел. Мощный процессор, отличная прошивка, хорошая, очень хорошая камера, хорошая автономность, отличный дисплей. Минусы? Минусы какие-то наверняка здесь есть, но для большинства пользователей это пройдет незамеченным. Поэтому, если готовы выложить такие деньги за смартфон и не хотите никаких компромиссов, OnePlus 8 Pro это ваш выбор. Поэтому дальше, конечно, решайте сами, иметь или не иметь. Посмотрите, конечно же, сколько смартфон стоит по ссылке под этим видео в магазине Q.ru. Если с чем-то не согласны, если есть вопросы и какие-то комментарии, то всех жду под этим видео в комментариях, там будем с вами общаться. На этом, пожалуй, все. С вами был Андрей, Q.ru. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok